Здравствуйте, мои дорогие зрители! Смотрим Supreme Commander на карте Dual Gap, где играет, внимание, слева бордовый рок-тостер, то есть тостер, который сбежал с контроля своих хозяев, ну типа рок, дескать, такой сбежавший от властителей. Так вот, смотрите, он один из самых мега-игроков на Dual Gap, он знает все билды, постоянно играет только здесь, 2200 рейтингов у него с Dual Gap, это очень много, и левая команда, я думаю, весьма рада заполучить в свою шестерку такого мега-гэпера, блин! И с ним на миду Арсо, 1100, вы такие, а что так мало, 1100? Да ничего страшного, то, что бордовый с ним, в целом он один за двоих все сделает, он может даже не выходить вперед, но выходит все равно, а справа на миду кто? Два оранжевых, один посветлее, другой потемнее, менеджер DG, может из Бразилии, а не 1200, там я слышал смешение, кстати, по смешениям крови вроде как самая смешанная страна в мире, и Falcon 7, 1700, но 1700 неплохо, да, но это, конечно, не рок-тостер, что слева, будут проблемы у правых, по крайней мере, вот здесь, на этой зоне, на флоте, флоту что? О, но вы, кстати, видите, здесь положение не левее, здесь расположена база, а чуть-чуть ниже, так что, возможно, сейчас в новой мете Dual Gap будет вот это, экономист, белый MSC Dark 1300, а справа экономист, одесса сиреневый, February 1500 получше, но по морю, смотрим, желтый, цвет красивый, мне нравится, киберпанк желтый, яркий, где командир? Вон, видите, новый мод стоит, что теперь в кружках иконка, очень удобно, BB Krabbe, молодец, кстати, донатил мне, неоднократно, и давно, очень давно смотрит, 1300 рейтинга, справа голубой, Nightcore 1600, тоже и донатил, и давно смотрит, но Nightcore круче. Вы знаете, ребят, если это тот самый Nightcore, конечно, наш Ру, который хорошо играл с модами разными, быстро соображает, я не к тому, что BB Krabbe соображает медленнее, я не знаю, но и рейтинг у него меньше, и, ну, Nightcore-то и 1600, соперник будет довольно сильный. А также розовый на воздухе телемазер, неплохо, из клана Эко, 1700, кстати, силен, нет, вы знаете, это неплохо, против Марсе, Марсе про 1800 из клана Инк, по-моему, он не RU, кстати, он какой-то, видите, по-английски пишет, not much, говорит, немного говорит, ну, как-то маловато, наверное. Чего? Ну, я не знаю, разведка пошла, а, смотреть на какие-то дропы, что ли? Нет, я думаю, просто отдал приказ идти в сторону моря, но непонятно. Он, видимо, выделил нескольких юнитов, красный, смотрите, выделил инженеров, выделил разведчика и послал сюда, случайно разведчика выделил, вот он по горе и идет. А так было бы неплохо, конечно, проверять на наличие левых дропов, левацких политических дропов, прямо в голову дропают тебе. Так, и что у нас красный, АТП-3, 1200, слева бирюзовый Бульмагуар, наш РУ тоже 1200, но хотя бы ник у него покруче, чем АТП-3. Какой 3? Что это значит? Понять невозможно. Ух ты, дроп теряет свой, как это, кирпичного цвета, молодой человек, да? Причем там что-то было, или это истребитель, или где он высадил? Здесь нет, это Роктостер высадил здесь, видите? Роктостер хочет забрать чужой реклейм на вражеской половине карты и правильно делает, молодец. Здесь вот дроп еще один летит, уже с инженерами, с предыдущего инженеров как-то не было, куда летелись, как бы понять невозможно. Может мисклик какой-то был или что, ну в общем транспорт этого парня помер, и из него ничего не выпало. Возможно мисклик, но сейчас он быстро дропился, строит заводы, первый, второй, у Бордова, однако, смотрите, уже массы экстракторы, заводы, третий. Зареклеймлено вражеское всякое добро, и Аирщик его летит также с первым бомбером. Ой, у левых по меду гораздо все лучше, как мне нравится, как левый здесь разыгрывает. Два! Два инженера! Сколько вы такие? Эг, ну пальцы кто... Нет, дорогие зрители, спокойствие, я здесь. Два инженера, блин! Falcon 7 еще вперед выходит лично. Массы экстракторы забирать поздно. Уже слева Бордовая занята, хотя он еще даже не подошел. Он будет деревья, правда, валить. Он такая, а мне все равно, я валю деревья, я железный дровосек, типа крутой такой. В Америке это модно сейчас. Вот эти вот, знаете, клетчатые фланелевые рубашки, красно-синий или какие они там. Далее смотрим по морю, ну по морю красный-то побыстрее, хотя бы массы экстракторы занял, но мы это видим. Вот, уже и верх скоро будет построен. Здесь же помедленнее один силой инженер, здесь и аж, ну два! Тем более еще и торпедники будут построены. Но по морю у правых как будто получше. Но когда здесь пойдет мега-онслот, еще и разведка успевает сделать, и истребитель успевает летать. Насколько же у него лучше билды, да? То есть они в симметричных позициях. У каждого в начале одинаковое количество массы. Массы экстракторов стоит. Нет, нет различий. Нет. А у него насколько больше всего? А может быть не то, чтобы насколько больше. У кирпичного, смотрите, тоже что-то есть там? Танчик. Например, один минимум, да? Но может быть все-таки... Бордовые лучше понимают, во что эффективнее тратиться прямо здесь и сейчас. Но в принципе это и есть билды. Да, билды. Не только эффективность роста экономики, но и эффективность выбора на нужных таймингов нужного состава юнитов, что ты производишь. И вот у него как будто получше. Да, да, справа тоже есть танчики. А здесь почему три мантиса гонятся там за двумя? А вот сейчас и отходят назад вовремя. Одного, правда, потеряли. Но зато забрали двух танчиков. Здесь кто? Непонятное нечто. По-моему, тоже что-то кибранское. Далее. Смотрим. Однако, смотрите, оранжевый-то, оранжевый как будто опережает серого по юнитам. Идет в полтора раза больше армия бордовая. Однако готов поддержать молодого человека. Мантиса недоконтролил. Фу, рок-тостер, 2200. Он сказал на АПМ, кстати, на минуточку. Это очень серьезные, так сказать, эти три буквы. На заборе их даже не пишут. Потому что это серьезная тема, не до шуток. АПМ. Очень много кликать надо. Ммм, антиэйр даже подмешивает светло-оранжевый. Кто у нас у нас, извините, менеджер, диджей, управляющий. Ага, ну смотрите, сам серый подошел. На данном этапе, самом раннем медовом столкновении. Конечно, против командира особо не сделаешь. Иди двигайся, говорит. Розовый. Откуда? Непонятно. Что-то здесь. А, он, видимо, инженера, что ли? Нет. А, да, он отдал Т-2 инженера, смотрите. В общем, кирпичному, чтобы у того были, видимо, хайвы или что. Ну, какие-то кибранские технологии. И говорил ему, ну подвинься, ну иди отсюда. Да. И он все-таки подвинулся. Но не сразу, с третьего раза. Удалось только его убедить. Так, разведчик Бирюзовый здесь еще. Посмотрим, что он видит. Бульмагуа. Но у него радар вот здесь. То есть, по крайней мере, он увидит вылет какого-то массового количества бомберов, если вдруг полетит. Да. Ну, допустим, Т-3 бомбера единичного он не заметит. Так, что тут ставят? Транспорт. Транспорт. А, несколько, несколько ставят. Бомбы, бомбы, кибранские. А, дроп, бомбочек сейчас будет. Снайпаж, бомб. Где? We can't see. We can't understand. What we can't see. But. But. Это, кстати, попа по-английски. Поэтому. Ну и чего, а где? Так, дорогие друзья. Было упущено. А, вон! Вот этот транспорт. Ну, это Т-1 транспорт. А где бомбочки? Я не вижу, но мы будем следить. Пока что никаких бомбочек никуда, конечно, как мы видим, не дропнулось. По морю, извините, по морю. Однако, в некую дугу берут красные фрегаты желтых. Какое-то время желтый задний даже не стрелял. Поэтому красные здесь преимущества. Но пока один на один фрегаты размениваются. Здесь еще пока что молодой человек танкует. Правда, подлодка есть. Это как бы получше, да? Потому что фрегаты вот эти не могут стрелять. Атаковать по желтой подлодке. И желтая подлодка все равно их загасит. Не, вы знаете, что-то дуга. Не, ну дуга размен по фрегатам дает пользу красного еще и дотекания. Но, правда, с подлодкой ничего уже не сделаешь. Где же этот транспорт-то с бомбочками, а? Разведка розовый шлет, да. Но транспорта пока... I can't see. Ну, если вы видели, что уже дроп был по миникарте, значит, я это заснял все-таки. Мастерски. Так, ну что? Утаушал начинает выжигать. Две утаушалы. Очень хорошо. А третья, все. На эти три наступать спамом даже в таких количествах, как и тематисы, тяжело. Ой, тяжело. Хотя, если натанкует сам Роктостер, вперед пойдет, возьмет у себя три утаушалы. Но это нужно действовать очень быстро и стремительно. Потому что три утаушалы ему повыжгут половину здоровья. Причем буквально там, ну, с чипа там, за четыре залпа даже меньше. За это время мастерски должны успеть подойти и начать атаку. Транспорт, видимо, прислал. Может, инженера забрать или какой? Я не знаю. I don't know. Haven't understandable. Вот. Далее. Ага, смотрите, контратака от желтого. Отгоняет он пока красного. Что-то я думал, у красного по морю это получше. А у желтого пока что... Не, ну как получше? Ну, по крайней мере, он отбился. И реклейм. Реклейм-то он это себе заберет. Да, приказ уже отдал. Долго. Правда. Долго. Можно раньше было. Но. Ладно. Глядим. Желтый Биби Краби. Ну, Биби Краби мне все-таки донатил. С уважением, как бы. Надо. Ну, долговато. Долговато. Еще одного что-то. Ага, двух он даже отправил. Даже трех. А, так он всех отправляет с этого завода. Все инженеры с этого завода идут реклеймить. Поэтому они пока построились. Ну, понятно. Хорошо. Транспорта, однако, я не вижу. Ага. Смотрите. Транспорт забрал Т3 инженера. Видимо, Розовый построил ему Т3. Ну, потому что снизу, ребят, сиреневый попросил. Дескать. Раз ты выходишь в Т3 воздух, так дай мне, значит, Т3 инженера. Быстренько его задрапировал себе, чтобы быстрее выйти в Т3 Technologies. Зачем? Пока непонятно. Не, ну понятно зачем. Все-таки здесь нужно идти вверх по технологиям, а не вниз. Фаст Т3 бомберов. Что-то я пока не вижу. Хотя 11 минут. Может быть, мы еще увидим истребители. Пару истребителей перед Т3 бомбером. Там можно. Ну, перед атакующим. О! Так, Розовый пишет уже какие-то маты. Но почему? What's happening? Что является? Happening это явление. Знаете фильм такой? I'm not. Это же Ямалана. Happening. Его перевели как явление. Что является? Отправил один юнит Falcon 7. А-а-а. Надоели его просить Т3 инженеров. У него своего-то нет. Он последний из сапоги этот сапожника отдал своим сокомандникам. Вот что его раздражает. Можно понять. Итак, ну что же. 12 минут. Мы переходим на колец. Таким. К некому экшену. Ммм. Бордовый наступает. Рок-тостер. А этот его заманивает. Он заманивает его в ущелье. Типа 300 спартанцев. Ну. В принципе, неплохо. От более такого узенького ручейка войск легче отбиться. Но ему пришлось опрокинуть свои три завода. Оставить масок с тракторами. И обратите внимание. Рок-тостер шлет на реклэйм инженеров. Не потом, как некоторые вот тут морские. Нет. А он что так сразу? Они сразу в составе армии уже реклэймят. Заводов уже нет. Все забрано. Не, ну. Рок-тостер, конечно, знает наперед. Все биты. Все ходы. Как в шахматах. Он просто спамит, говорит, Сергей. Спи. Опа, телемазер тут пишет. Что-то матом. Возможно, ему не нравится, что к нему тут приближаются. А защищаться, кстати, нечем в этом ущелье. О, подождите, дорогие друзья. Может быть, я зря включил вот этот вот некий кинематографический вид. Вот две триады, но три триады. Но три триады медленно стреляют. Они часто не попадают. Некоторые выстрелы, видите, в пустоту у Таушала. Себе бы такого не позволило, на которое лазером-то выжигает. Нет, там весь ДПС. Ну, ладно, ладно. 80% ДПСа попадает точно в цель. У триады же меньше. Вот это вообще выстрел мимо пошел. Однако. Есть! У красного. Тем временем мы с минимумом одна штука. Ай, далеко-то, как стреляют. Подождите, поглядим. Ух ты, ух ты. Даже отсюда он обстреливает этот блокпост. Причем в безопасности для себя. Ну, ладно, в относительной безопасности здесь есть еще, конечно, артиллерия. Она уже стреляет. Сейчас поглядим. Я в те времена смотрю на мини-карту. Все-таки транспорт от АО с бомбочками как-то не реализовался. Да или он был ранее и не остался незамеченным. Окей. Ну, вот эта артиллерия по щитам попадает. Здесь можно было бы эсминцам, конечно, ее повынести. Тем временем, ой, дорогие друзья, извините. Да, по ущелью прошли бордовые. Тем более артиллерия. Кибранская, она же станет. Да, у них есть стан. То есть инженеры даже не убегут. Ага. И он заходит сюда, чтобы потом, может быть, вылезти? Не знаю. Мне кажется, вот этот план от Роктостера все-таки уже не настолько эффективный. Даже смотреть. Жалко. Сейчас эту артиллерию просто выкосит штурмовики розового, которые там прилетели. Там боммер какой-то. Ну, пытался спрятать. Не, ну, может быть, он рассчитывал на то, что ребята справа, знаете, допустят какую-то вообще дурацкую ошибку. Абсолютно дурацкую. И забудут про эту артиллерию. Ну, мало ли. Все-таки здесь, в этой игре, нужно глядеть сразу во много мест на карте. Поэтому. Ну, здесь, конечно, Бордовый выносит полностью этот блокпост. Делать здесь нечего. Не, ну как? Он, конечно, потеряет много войск из-за того, что красные войска здесь сносят его же войска. Но зато теперь Бордовый может задуматься всерьез о том, чтобы забрать пасы, что он их уже забрал. А также эти. Ну, об этих всерьез пока не задумаешься. Да, он освободил поле, но нужно сначала избавиться от флота. Что там? Конечно, все уничтожено уже. Very long ago. Very давно. Пока Тетри Бомберов я, если честно скажу, не увидел ранних. Буль Магуайр говорит, значит, так. У нас есть Нубас в виде меня. Все честно, это они обсуждали. То, что имбовый слева Бордовый. Да, Роктостер действительно имбаос. Но Буль Магуайр, вот он, сообщает Бирюзовый, что... Ну, дескать, я его балансирую, что я там то-сё. И Белый говорит, про меня забыл. Ну, Белый тоже, да, Лалка. Строит вот это здание, наверное, даже не знает, что оно делает. Ну, понравилось. Думает, наверное, это ядерная шахта. Оп! А где Ярику строить? А нет, это не то здание. Ну, понятно. Далее. Левые всё-таки забрали мид. Но не полностью, нет. Самые ценные масс-экстракторы. Вот они, четыре штуки в одном месте. Ну, не то же самые ценные. Но я имею в виду, что четыре штуки в одном месте стоят только здесь. Их-то не забрать. Четыре, ещё семь. Девять масс-экстракторов контролируются пока красным. У него здесь есть крейсер. Вон, докуда стреляет, кстати. Вот до сюда ракетки могут доходить. По-моему, до Бирюзового. А что, вот он не стреляет? Видно же цели. Ну, вот, что-то начал. Ну, это стреляет по красную. Обычными выстрелами. Рен его знает. Я знаю то, что вот этот Бирюзовый, это антиэйр. То есть здесь по самолётикам он будет стрелять самонаводящимися ракетами. Очень хорошо. Так ставится отметка от розового. Что, дескать, блин, сюда здесь какие-то войска собираются уграниц. Ну, я думаю, мы такое слышали и в реальной жизни, да. Периодически обсуждают, что какие-то войска там у границ ходят. Потом говорят, да не, мы чё, мы ничё, мы просто ходили. А вот телемазеру не нравится, что вокруг его границ тут кто-то ходит, тоже войска собирает. Он строит стеночки. Как в Тихоокеанском рубеже против гигантских мегамонстров строили стенки. Они, естественно, не помогли. Потому что это гигантские мегамонстры размером с небоскрёб. Белый пошёл в экономику через расик студентов. Ну, то есть это студики, которые одновременно и строят, и имеют много здоровья, и ещё приносят ресурсы. Это как вот масс-экстрактор, который качает массу. Металл, да? Но ходячий. Ещё энергию приносит. Ещё и стреляет, и строит быстро. Ну, в общем, лейт-гейм такой вот имбоос. Но дорого стоит, конечно же. Однако, если у вас убили экономику, ну, допустим, ядерка уничтожила масс-экстракторы все. А у вас куча экономики в этих вот ходячих студентах. У вас так называемая ходячая, получается, экономика. Она может перемещаться, спрятаться под воду, например. Её уже не найти. В целом, тактических применений у студентов довольно много. Серый отходит сюда. Ага, красный думал, здесь зарядки масс-экстракторы. Думает, ну, типа, под шумок, что такого. Ну, по крайней мере, он зареклеймит. Жирный, жирный. Смотрите, насколько долго он реклеймит. И то оставалось там 226 реклейма. Неплохо. Этот, может быть, и не окупился. Хотя, если он строил на обломке, то должен был окупиться уже. У красного Т1 бомбер, они периодически летают здесь. Ну, да, неплохо, неплохо. Оу! Сразу по четверым попал, но не убил ни одного. И сам-то всё-таки полёг. А может своим падением тоже не уничтожил. Но, обратите внимание, урон нанёс физика. Здесь отрабатывается the master plan. 18 минут. Ну, да. На Дуал Гэпе есть такое затишье. Вот, примерно 15-25 минут. Вот этот момент, когда первоначальные медовые войны прошли. Первоначальные Т3 бомберы прошли. Может, какие-то дропы. А сейчас уже идёт переход к следующей стадии, которая, ну, так сказать, более осмысленная. Потому что, ну, что сейчас атаковать? В узкий проход остаётся только помидор атаковать. Большой риск. Тем более у таушалы. Да, конечно, сюда лезть смысл. А нет, 6 штук. Правда, не под щитами. Чуть-чуть как-то кривовато построил. А, ну, потому что ему неохота ещё один щит строить. Или он был здесь? Хм. Два щита прикрывает, соответственно, масса экстрактора. Т3 уже пошёл в генератор. Т3 транспорт. Ещё Т3 генератор. Два одновременно строят. Это, конечно, упущение с его стороны. Ну, ладно, может быть, оно и не сыграет большую роль. И тут, в принципе, так как 6 на 6 и большая карта, большие тайминги, то небольшие недоработки в целом-то сглаживаются. Не всегда оно размазывается по течению времени. Здесь у нас хайлы. Окей, для чего? Хм. I don't know. Ну, конечно же, здесь антинюка будет у него, соответственно. Также ядерка может быть тоже. Вообще это... Они, видите, кстати, поменяли слоты. То есть красный не хотел играть в воздух. Он играет в море. Они, значит, договорились, что я, дескать, буду играть в море. А в воздух-то кто будет играть? А никто из них... А, голубой играет в воздух, соответственно. Хайлы ему нужны, ну, чтобы помогать. Верфи... А, значит, они поменялись вместе с красным. Своими слотами. Ну, типа, знаете, кто... Вот у кого какой скилл, кому что больше нравится играть, можно поменяться. Они, значит, на эти слоты либо встали в лобби, их не поменяли, если они просили лобби мастера поменять их по слотам. Либо просто рандомом как-то распределил их туда, и потом они уже сами решали. Возможно, здесь рандом распределение было на уровне создания игры еще. Вышел вперед, смотрите, мега-таракан, и здоровья-то у него много. 4 тысячи еще осталось, при этом он постоянно под обстрелом. Но так как здоровье не как у Мантиса, а, блин, сколько там, 170, да? Что? Ни о чем. Маловато. Так и не найти ни одного Мантиса. Все уже были уничтожены. И смотрите, как он далеко стреляет. Всех инженеров заберет, выстрелает. Танки. Даже 330 здоровья в медиум танка страйкер. О-о-о, да, о-о-о, щит, неплохо, о-о-о, да, да, и это все бесплатно, причем, представляете? Абсолютно фри. Однако цель не особо высока здесь достигается. Цель, честно вам скажу, хотя завод и выход на эти два Мантис-экстрактора неплохо, да, неплохо. И он прорезивает, прорезивает, прореживает сразу, ну, армию оппонента, которая могла бы контратаковать сюда. Да, конечно, это хорошо, все равно, когда вы массу оппонента превращаете в труху, в утиль, это всегда хорошо. Куча хаев уже строится. Левый как вообще, подозревает об этом? Да, подозревает, они видят, что ребята справа уже готовятся к лейт-гейм-девайсам. А они с ним... О-о-о, подожди! Тем временем экономия... Здесь это воздушник, по идее. Но они, что ли, тоже поменялись с лотами? Да нет, это и есть воздушник. Он пошел! Он в воздух-то особо чуть-чуть не пошел, он пошел в ядерку. О-о-о, надеюсь, мне в лицо летит, говорит Телемайзер. Это, видимо, у него такой сарказм. Вот их антинюка, и она не заряжена! Она не заряжена, чуть-чуть осталось зарядить. Но как чуть-чуть? Довольно много, судя по расстоянию, что ядерки тоже лететь? Чуть-чуть-то пролетает. Вот она. О, смотрите, пикселя остались! Нет, пролетает мимо. Ядерка пролетела. Нет, есть... О-о-о, сбито! Что пишут в чате? Ну, должен же как-то отреагировать на это или что? В последний момент. И Тоту... И Тоту бы убили! Дэнн, пишет ядерщик. Вот он, Марсе, пишет. Блин, проклятие! Тысяча чертей выходит! И Тота на центр, и это уже серьезно, учитывая, что эсминец еще поддержит ее. Вы такие, а что один эсминец? Нормально, у него большой рейндж. Он может сражаться против реведжеров, которые против эксперименталов как раз по земле существуют. Но здесь реведжеров-то, походу, нет. Хотя могут быть. Ну, вот артиллерийских две установки, но против этого-то они сделают маловато. Паук? Ну, ладно, Пауком отобьется. Хотя может и не отбиться-то до конца. Т-3 бомберы начинают копиться. Две штуки против и Тоты. Три штуки должны справиться, но рискнет ли он их показать? Потому что это должны быть скрытные, а он накапливает скрытно здесь. Хотя странно, что здесь как раз-таки разведка пролетает. Извините. Если уж накапливать скрытно, тогда хотя бы как-то подальше может здесь. Они же на воду вроде могут садиться, нет? Или над водой летают постоянно. Таки пусть летают. Ну, не знаю. Поглядим, где и Тота. И Тота идет. У нее приказ отдан. Но здесь не регистрируется. Бывает такое. А вот сейчас заново переводан. Приказ регистрируется. Он хочет пронести полностью все блокпасты Бордова. Но не знает о том, что спарят. Что там уже ждет Манки-Лорд. И Манки-Лорд приступает к своим действиям. Да. Ну, понимаете, на поддержку Манки-Лорду-то что? Кирпичи. Кирпичей уже скоро будет 5, 6, 7 штук. 7 кирпичей. Блин. Тогда, да, и Тота не пройдет вперед. Только если будет ошибка от Бордова. Извините, я сейчас на стуле менял положение. Поэтому не мог показать. Но, не, не знаю. Я не знаю. Мне кажется, и Тота не хватит. Я не думаю, что ошибка будет от Бордового. Бордовый рок-тостер должен понимать, что да, тайминг. Первая эксперименталка на меду. Вполне по таймингам. И, соответственно, сейчас и Тота будет умершлена. Здоровье тратится. Ой, как стремительно. Уже нет 17 тысяч. Куда они делись? Паук еще не начал сжечь. Вы обратили внимание, Паук не начал выжигание. Шаровая молния вылетела. Но это вторичная была пушка. Вторичная. Как-то слабо. Первичная. Куда? Левая рука вообще не стреляла. Главный урон в левой руке у Итоты. Правая, видите, такие плоскогубцы. Тоже неплохой урон. Но главное, шаровая молния слева. Она вообще не стреляет. Решает уйти под воду. Что-то думаю, что не успеет. Хотя чуть-чуть осталось. Но думаю, все-таки не успеет. И шаровая молния особо даже не надамажит Паука. Потому что будет под водой. О, Господи. Так, дорогие друзья. Я даже не хочу смотреть. Понятно. Например, справа-то, смотрите. Йолона. Йолона ОС. А левые знают об этом? Да. Йоло. Включен глаз. Они знают полный процесс. Точнее, прогресс. Все знают. Что, куда? 10. 10.33. Непонятно, что имеется в виду. Айор, плиз, говорит Рок. Помогите с Айором. Ну, шаровая молния. А, отошла это-то. Отошла. Она еще может быть вылечена оранжевым. Да. Если он сделает ауру себе. Ну, отапгрейдит ауру. У него пока нет такого апгрейда. Но может и отличить. Не, слушайте, получилось-таки. Паук даже надамажен чуть-чуть, возможно, от кораблей. Немножечко подогреб. 5 киллсов. Телепорт. Телепорт на Йолону. Защищаться нечем. Да, есть студики. Пушек нет. Ой, у Йолона-то 5000 здоровья. А есть и студик. Ну, он один только. Один так. Здоровье. Тратится по 300. По 300 за выстрел. Очень много. Йолона сейчас убит. Куча ресурсов в нее потрачено. И куча времени терять нельзя. Нельзя. Начинается стрельба. Ты один пушками в этого ботика. Дохнет он. Но Йолона тоже. Ой. О май гад. С фром де кляйш. Какие. Ой, фу. Кейлол пишет. Кейлол. Да, понравилось Бордоу. Видимо, это да. Вы представляете, сколько ресурсов было вложено в эту Йолону. Ну, пропорционально. Вот сколько было по полоске построено. Столько ресурсов уже туда было вложено. Это гигантские количества денежных средств. Но, конечно же, не столько, сколько я желаю своим дорогим зрителям в конце каждого каста. Ну, не каждого, ладно. Ну, как бы, я, может, не озвучиваю это, правда. А вот здесь Маур начинает строительство ГОССа. Не знают. Они даже не знают, что здесь окружают. Они генераторами, что говорит о том, что артиллерия там будет вскоре построена. Я не умею, как говорит Фебрюарий. Я не умею. Я предупреждал. Говорит Фебрюарий. А, он предупреждал то, что телепорт может быть. Сиреневый предупреждал. Кого ты предупреждал? Сам себя, что ли? Да, ты же строишь, так ты и оборону строишь. Кого ты предупреждал? Телемазер Розовый абсолютно прав в этих своих... Ну, в этих вот нецезурных выражениях он, ну, наверное, не прав. Нет. Но! Справедливый вопрос. Кого ты там предупреждал? Я согласен. Стелс делает рок. Ну, правильно. Чё, торпедниками, если его вынесут, то, конечно, у правой команды будет преимущество. Т-3 бомберов пока что более не копил. Какой дизайн. Видите, какая детализация. Так вот смотришь на треугольнички, даже и не знаешь, ведь. А, она есть. Даже кабина есть. Видите, кабина для двоих. Двое туда влезут. Один наливает, другой выпивает. Так, полетела разведка. Ну! Вражеские истребители бирюзовые летают прямо, блин, над крейсерами. Но, правда, чё-то я килсофта не вижу. Не, ну вот есть какие-то, смотрите, истребители такие двойного дизайна. Это кто? Это же разведчики, наверное. Да, это не эти. Это разведчики. Там полегли, истребители их убили. Я к тому, что они летают-то над крейсерами. Но крейсера Т2, они не могут эффективно уничтожать Т3 флот. Воздушный. Так, снизу разведочка полетела. Да, вот они, эти двойные, которые там полегли. Спайплейн. Разведчики Серафимские, надо же как-то понимать, чё там слева происходит. Им надо понимать, какие тайминги у Мавра ставятся. Мавр, да. Увидите тайминги? Ой, чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Вот, 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 чутка-то дайте долететь. Нет, хотя Серафимские, когда падают, они же дают вижен. Нет? Было же такое. Что-то во время падения. Или во время смерти. Что-то вот они упали, а вижен не дали. Может отключили, тут периодически перебалансировки бывают. И, например, то, что работало два года назад, даже целые фичи бывают. И добавляют, и вырезают в команде Фафа. По-разному. Да, вот, кстати, раньше был вижен, но может быть на Т1. Может быть в Т3 разведчиках не было. Это была такая фишка Серафим. Ну, если что, в комментариях будут опровержения. Ну, что, типа, ты ничего не знаешь, там, то, сё. Я к этому отношусь исключительно положительно, потому что информацию... Где еще искать дополнительную, кроме как в комментариях. Особенно, если где-то ошибся. Значит, так. Йолона ООС построено уже довольно намного. Быстро, быстро. Молодцы, видите, они все вкладываются. То есть он построил Хайвы, а потом их раздал разным людям, чтобы они... Нет-нет, да, все-таки участвуют в строительстве Йолоны. Потому что это уже, получается, их строители здесь. Потому что этих строителей им подарили. Оооо! Так, подожди, на центре сейчас походу Бордот. А скоро не станет. Паук его надамаженный стоит. Ха-ха-ха. Маз доната. Ты ну бас, говорит розовый. Имеется в виду, что, дескать, не высылает, что ли, не высылая Хвасу, ты ну или что? Может быть, он рассчитывает розовый, наверное, боится уже всего, что происходит в этой игре. Конечно, настолько нервничает. Телемайзер-то, судя по чатику, нервничает всю катку. И вот он боится то, что Хваса-то прилетит, сдохнет. И это будет донат массы левым. Левым, ну то есть они, ну типа утиль от этой Ахвасы-то заберут себе. Но нет, смотрите. Тот, кто управляет Ахвасой, кирпичный Falcon 7. Более-менее, более-менее ужасный воздушный файт, говорит. Да, правые, походу, здесь побеждают. У них 250 воздушного лимита, у левых 147. Преимущество гигантских размеров. Так, по желтым. Помните, я когда говорил, кстати, что эти крейсера стреляют-то по истребителям? А они не стреляли. Эти крейсера-то, они левые, они союзников. Поэтому по истребителям они и не стреляли. Но я целую тираду там выдал. Ну, она хотя бы была образовательная. Видите, не повторяйте моих ошибок. Ну, или повторяйте, потому что все-таки учатся на своих ошибках. Да, тут уж как бы что уж. Так, далее. Ахваса продолжает совершать урон. Получает в тираду 75 регена. Лайк. Лайк, большой реген. Сейчас посмотрим. А я тем временем в калькуляторе. Сколько там? 72 умножаем на 60. 4320. Неплохо. 4000 в масштабе здоровья. Ахваса это все-таки значимый кусок. Имеет значение. Поэтому. Неплохой уже реген для Ахвасы. Неплохой. Но я имею в виду для командира, у которого там типа 15 тысяч здоровья. Для него реген 75 вообще гигантский. Для Ахвасы. Мы уже говорим про другие масштабы хелсов. Хелс и теряются плюс 100 уже. Я калькулятор не буду использовать. Минута это 6000 здоровья. Хорошо. Очень хорошо. Флот, смотрите, захвачен. С помощью Ахвасы практически полностью правые тем временем выходят в осаду. И здесь могут выйти в осаду. Обратите внимание, главное это по центру. Правые могут защитить. Вот эти масштабы. Экстракторы 3, 4, 3, 10. Мас экстракторов могут защитить. И взобрать себе. Или по крайней мере оставить их нейтральными. В общем, красный пишет. Ты проиграл. Это он желтому пишет. Блин, погодите, ядерка. А-а-а! Йоло! Йоло достроено! Да? Телемазер пишет. А, телемазер опять. Опять телепорт! На Антинюку! Положи! Телемазер там в чатике. Не удавшийся. Телемазер в чатике бомбит, что куда ты Йолону-то послал. Вон она. Куда? Может ты Мауру бьешь? Может ты по Мауру будешь стрелять, а? Гений! Может Маура? Но нет. Ядерка была послана сюда в феврюаре. О, одна Антинюка, смотрите, с центра прилетела. Сейчас достаточно лишь одной, чтобы сбить Йолону. Ну, имеется в виду ее заряд, сама Йолон. Там справа стоит. Окей, Маура начинает обстрел. Но чего? Не Йолона, нет. Он понимает. Антинюк. Бу! Чет! Блин, вот сейчас начинается. Мега эпик дуал гэп, наконец-то. Обмен геймендерами в массовых количествах. Тем временем здесь осада. А что это так с навеса стреляет? Эсминец, что ли, так с навеса? Да. Ой, как они с навеса стреляют. Я думал, они прямо стреляют. Эсминцы, Кибранцки стреляют с навеса. Но куда? Вот по этой горе. Да, там, наверное, закопаны какие-то мега сокровища. Или что? Я не понимаю, зачем туда стреляют. Тем временем кирпич здесь пытается тоже в горе, в гору пострелять. Ну ладно, не следят. Марсе! Свою ядерку. Помните, он же первую ядерку здесь кинул? Самую первую, которая еле-еле там чуть-чуть на последних щах не попала. Так, один заряд. Второй заряд. Есть, да. Но больше нет. Больше нет. Еще одна Йолона. Уже пущена. Она уже пущена сюда. И похоже, что попадет таки. Окей. Так, я аут. У меня нет. У меня нет. Серый, у тебя есть антилюки? У меня нет антилюки, говорит Рок. А Йолона летит туда. Йолона летит. Ну и в Йолону тоже ядерка летит. О, не заряжено было. Помирает. Жесть. Правые лишаются Геймендера. А Йолону-то выпустили. И слева антилюк-то нет. Мы знаем, что нет. А Хваса пока еще сомневает. Нет, не сомневается. Сейчас будет походу какая-то массированная атака. Так, что там Йолон? Отходит у него мобильная экономика. Нет, не отходит. Сдохнет походу. Очень сильно Йолон. Я думаю, даже этих студиков заберет. Что? О, а Хваса подлетает. Ядерка сюда куда? О, тоже на ресурсную базу, дорогие друзья. Тяжело, тяжело. А Хваса тем временем на Мавра. Но смотрите, Йолона справа померла. У левых Мавр есть. Но Ахваса, ой как, ой здоровье тратится. А Хваса помирает. Но снаряд выпустила. Она, она прямо в Мавру влезается. О, подохин. Мавр, подохина не обменялись с Геймендерами. Обнуление произошло. О, пора бы уже и привыкнуть. Лазер строит Рок. Я не думаю, что он будет рисковать собой. Хотя чему ему рисовать, чем бой? У него ничего нет. Йолона убила базы. Две базы. Две базы Йолона убила. Две Амавр. О, это ядерка, да? Воткнулась. Ну, пока что правые тоже две базы, кстати. Смотрите, потеряли. Из-за Мавра. Из-за ядерок. Ну, в основном ядерок Мавр там. Ну, а не, ну Мавр убил Антонюку, да. Так что Мавр способствовал ядеркам. Такая связка была. Окей, тем временем еще одно и то-то. Я думаю, сейчас просто умрет от паука. Да, помирает. Главное, что кирпичи еще большой дэмэдж наносят. Вы посмотрите только, как они ДПС добавляют. Причем и то-то пытается руки искривлять. Хорошо то, что шаровая молния попала по пауку. Все, он выходит надолго с этой битвы. Потому что здоровья у него нет. И, соответственно, атаковать он уже не может. Иначе это будет исключительно отдача реклейма. Еще одна ядерка Эонская полетела от Марсе. Тем временем Бордо, вы видите, у него мобильной экономики-то много. Он потерял всю базу, а тем не менее у него все равно 300 массы качаются. А, ну потому что у него на центре же. Да, у него на центре. Ну и плюс студики тоже. И, кстати, каждый студик, он выдает 11 массы. Но не каждый студик, а каждый расиковый, который строится, в котором апгрейд на ресурсы. Потому что можно строить этих студиков с апгрейдами там, ну, на реген, на скорость стрельбы, на урон. На скорость строительства, она разная. Еще одна ядерка тем временем от левых. Но голубой-то Антинюку мог бы построить за все это время. Найткор пишет. Красный! Красный, ты! Так а что, Красный, ты-то Антинюку не мог построить-то? Я не понимаю. Вот Антинюка чуть-чуть не хватило. Я не успел зарядить Антинюку. У доков, говорит Красный. С трех хайлов я не успел. Ты Красный! Не, ну понятно, ну вот у него своя Антинюка тут. Но не успели они зарядить, но не успел. Я море выиграл за то, говорит Красный. Оправдания пошли. Так, вы знаете, дорогие друзья, у левых убили самого мощного. Но самый мощный быстро восстановился, он имеет еще центр. У правых же убили три базы уже! Три! Мне кажется, тяжелее. У правых пока ситуация потяжелее. Потяжелее. Это торпедобомберы. Ребят, это не бомберы. Это торпедники для уничтожения. Вот этих ребят, которые под водой тусуются справа. Очень тяжел. Так, охвас еще летит. Ох ты, приказ уже отдан. Т-3 бомберы тоже летят. Приказ отдан на белого. Еще раз Мавр почти достроен. Он начинает отходить в сторону. Щиты стоят пока что. Охваса прямо у него носом прямо у него. На! Помирает ЧВ, говорит телемайзер. Уничтожен белый слева. Вот это мув от телемайзера, который психовал всю игру. Хотя нет, а мув еще был от кирпичного все-таки. Охваса. Но помог, помог летри бомберами. Координированная атака. Молодцы. Но бордовый сообщает. Внимание, его мнение здесь имеет вес. Он говорит, можно выиграть еще. Держитесь, говорит. Все еще мы выигрываем. Держитесь. Он строит гряды воздушные. Он понимает, что по воздуху что-то пока тяжело. Нужно воздух побеждать. Здесь антиэр есть. Паучок. Ну, у него 35 реген. Он никогда уже что-то не восстановится. Не, ну через час, наверное, восстановится. Но это как бы уж долго. Так, это... Нет, пока сидим. Пока ждем. Охвасы пока ждут. Не налетают. Здесь какой-то транспорт. Ага, это бордовый. Я уже был подумал, что там справа. Может быть, какие-то мега дропчики. Нет. Блин, очень интенсивный 2ЛГ, дорогие друзья. Да, он чутка подправис, когда там было типа минут 16-17. А так... Не-не-не, пошло. Ооо, еще Ахвасов. Хорошо, так, у них есть... У них три аирщика, сообщает Билли. Вот они, торпедники. Смотрите, торпедники сюда. Сбор. И, может быть, потом направо. Они хотят облететь вот этот вот кламп истребителей. Облететь. Ооо, эй, еще и тот идет и по земле пройдет ведь. Еще и Т2 торпедники, смотрите, накапливает. Они хотят прям массировать удар. Я думаю, получится. Вы знаете, главное не нарваться на истребителей на середине пути. И тогда, если уж долетел, то торпед хватит убить справа хотя бы одного, а там уже кого угодно. Не, ну понятно, что выгоднее уничтожить розового, да, у него куча истребителей, да. Или оранжевого, у него что-то уж более много ресурсов, раз он так Ахвасы клепает, как Фрэнк клепаки. Так, ядерка была на флот, но, честно сказать, Т3-то тут остается. Флот, так, по студикам, есть урон, есть урон, даже подводный, даже подводный урон есть. Куда следующая граната будет кинуть? На двоих, на двоих, на, есть, 3000 здоровья всего у Марсе остается. Билли Магуайр, а в целом здоровье полное, не потерял он. А вот у Марсе 3000 всего. Где? Где? Но нет никакого дотекания. Второй Ахвасы нет туда щит, он себя обгрейдит, довольно быстро обгрейдит. У него будет здоровье выдержать. Второй выстрел от Ахвасы, вторую бомбардировку, если атаковая появится. И ты смотришь, а, вот она, вот эта. Не, не достроил все-таки. Ага, однако, выходите временем и то-то. Ага, это крутая штука. Здоровье потрачено уже 10 тысяч, но отбиваться нечем. А этот Аирщик строил торпедники, начинает строить Т-1 бомберы, лишь бы хоть что-то. Анти-Р и тот и есть, но слабенький, видите. Даже одного Т-1 бомбера не может убить с одного пролета. Но ничего, ничего, сейчас вот на самом деле цель, мне кажется, данный грид. Может быть даже анти-Р, пуш, главное двигаться вперед, не останавливаться. И не останавливаться. Хайвы, хайвы очень ценны. Успеет ли дойти? По идее, должна и тот успевать доходить. Т-3 бомберы, однако, летят в другую сторону. Атакуют они, хотят. Булли Магуайр уничтожен. Он как раз, смотрите, стоит не в самой глубине. Поближе к берегу, где толщи воды меньше. Сплэш пробивать будет больше. Однако, охвастся не долетит. Т-3 бомберы не долетят. Лоллируют Фалькон Севен, потому что теряют здесь Т-3 бомбера. А также из-за и тоты. До куда она дошла? Она дошла до гридов. До гридов дошла все-таки. Воу, 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 гриды уничтожаются. Воздуха не будет у левых еще долго. Хотя бордовый там занят этим. О, какая хорошая и тота все-таки. И просто средь бела дня идет пешком на твоей территории. Все ее видят, а ничего сделать не могут. Грид уничтожен практически полностью. Жесть какая, а? Очень тяжело для левых сейчас. Вот это был проход тяжелый. Правда, потеря Т-3 бомберов и охвастся. Дорогого стоит. Видите, есть отдача. 33 тысячи массы. Ну куда? Марсетти временем себе считает. А там были на 25 тысяч. Теперь его не уничтожить вообще никак. А помните, он торпедники-то копил, а? Копил же. Серый или какой? Т-3 торпедники. Неужели я уже их профукал? Здесь охвастся. Пытается, так сказать, атакуя. А вон они торпедники сидят. Вот эти Т-3. Ага. Все-таки не профукал, слава богу. Пытается здесь немножко подбомбить, но теряет кучу здоровья. Больше половины уже здоровья. О, какая хорошая. От антиэйр скорпиончиков. Скорпиончики-то сильные. Но не надо на них нападать. Не надо. Но с другой стороны, одеваться некуда. Ну, здесь сразу, что паук появляется. Но одного паука может не хватить. Поэтому было в целом оправданно охвастаться там что-то попробовать. Но ронять ее надо уже на своей стороне. Потому что, опять-таки, это отдача массы. Да, он сейчас слегка поучаствовал в защите сверху от бордового. Но массу отдал левым. Хотя нет, здесь правые тусуются. Его инженеры. По идее, красные. О, уже, уже. О, там приказ, что ли? Блин. Помер. О, студика скинул голубой. Ну, вот он заберет тогда. Окей. В чатике пишут там телемайзер. Охваста донат. Ты достал. Говорит, опять охвасту задонатил. Ну, ничего. Только, смотрите, тем временем вот эта осада красного напрягает левых-то. Неплохо так напрягает. Они вынуждены мегалита сделать. Хотя мегалит здесь. Ну, на берегу. Ну, он не нужен здесь, мегалит. Чего он тут будет делать? Исключительно, чтобы отбиться и терять здоровье. 30 тысяч уже почти потерял. Хотя только, казалось бы, только вышел, да? 30 тысяч. Но что-то уже больше не теряется. И выстрелы как-то мимо летят. Почему? Так, я охвасту еще раз слышал. Почему? Don't know и don't understand. И не буду даже отвечать на это. Две и то-то идут. Ага. Он то есть такой, типа, ладно, одна и то-то нанесла урон. Давай я пройду еще двумя и будет два раза больше урона. Есть смысл. Мне кажется, есть. Чем Бордов это занимается? Он же у нас тут самый умный. И это я не в плане, как Степ. Не, он на самом деле самый умный здесь. Угу. Он снайпировал охвасту. Мне кажется, зря. Или он отвлекал, или что. Непонятно пока. Еще истребители подлетают. Но я не вижу, правда, торпедников. Самое злое, что у левых сейчас есть. Их единственный шанс это торпедники, которые могут заснайпить. О, вон они. Вот это тяжело. Это very, very big trouble для правых на самом деле. Есть ли у них антиэйр? Антиэйра нет. Истребители здесь ждут. Одна пушка антиэйр не поможет. К сожалению, пролив такого количества торпедников. Они летят уже. А, нет, через истребители пролетают. Не получится снайпаж, похоже. Хотя нет, основная масса. Не знаю, не-не-не, не получается снайпажа. Этот трикс был профукан левыми. Защищен правыми. И начинает... Ой, как начинается? На счет процента уже закончено. Строительство. Скатиса. Искатис здесь может сработать. Ребят, слева как вообще? Не, ну знаю, конечно. Здесь же только что пролетели торпедники. Не получается снайпировать. Ребят справа что знают? Они знают то, что осада продолжается. Две и тот и идут. Пройдут. Выйдут на берегу. Ой, две и тот на берегу выйдут. Представляете, а? Вот это будет жестко. А! Фига себе! Я как раз-то еще и забираю здесь кучу реклейма. И никто ничего не может сделать. Вот смотрите. Здесь вот этот проход какой-то проклятый. И здесь и тот и шла. Никто ничего. Да инженеры даже вот идут. Идут. Никто ничего. Абсолютно. Так, извините, что я тут дергаю. Что там слева-справа? Уж как на хайпе вообще. Так, скатис начинают делать левый бордовый. И вот он спрашивает. Массу может дадите? Массу извите. Дают массу, но не ему. Сиреневый дает правому союзнику. Также геймэндинг девайсов пока что... А, Маур. А, не, Маур тогда строен на 70%. То есть правый делает одного скатиса, левый делает и Маура, и скатиса. Сейчас, то есть получается, по первому времени будет слева Маур против скатиса справа. Маур, мне кажется, поинтереснее. Но Маур-то уже стреляет. Есть первый залп. Вот он. И он, видимо, по Мауру все-таки бай, говорит бордовый. Фак, говорит джи-джи. О, бордовый уже, соответственно, потерял веру. Но не знаю, не знаю, если уж бордовый потерял веру. Хотя, ну поглядим, блин, масс-экстракторы дохнут. Нет, дохло хранилище, сами масс-экстракторы еще живые. Один помирает. Блин, скатистый урон наносит все-таки. Реальный. Хотя, ну, вы знаете, от скатиса можно защититься несколькими щитами, а что такого-то. Ну, вот эти щиты, вот смотрите, здесь стоит как раз... Видите, как раз пять штук. Никогда не пробьет скатис. Никогда. А здесь пробьет. Потому что щитов нет. Он строит рядочек. А вот эти дальнейшие гряды. А то, что сплэшем свои же электростанции под щиты заберутся. Я не знаю, дайте хайвы, говорит Рок. Дайте хайвы мне, крабы. Давай мне хайвы. Имеет в виду вот эти. Имеет в виду, видимо, вот эти. Дай мне крабы. Дай мне хайвы. Я дострою этого Маура. Видимо, у бордового больше ресурсов. Дай мне эти хайвы, но не дают. Тем временем те самые две ЭТОТы выходят на берег здесь. У них раньше был приказ. Помните про кликов. Все-таки вот сюда пройти нет. Решают таки на желтого. Мегалит будет им мешать в спину стрелять. Но у ЭТОТы главное это то, что это смертник. Она может взорваться на вражеской базе. И шаровая молния также нанесет довольно-таки большой урон. Но поддержать ЭТОТ, правда, к сожалению, нечем. Здесь ничего нет. Ну вот эти кораблики, понятно, мегалиты, кстати, у бордового еще есть. Блин, бордовый тем временем очень много всякого сделал. Ставится отметка на Маура. Успеет ли ЭТОТ и дойти? Вот одна взрывается здесь. До Маура это не дотянется, но может дотянуться до генератора. И сплэшем давануть. О, есть! Артиллерия попала сюда. Смотрите, мега сплэш порвал такие эти транспорты. И ЭТОТ помогла. Да, и ЭТОТ, конечно, урона дала. И, видимо, артиллерия попала и по Мауру. Ну, скатись. И по генераторам. И тут сплэш повыносил просто все. Один только в живых остался Т3 транспорт. Ну да, Маура не будет, дорогие друзья. А Хваса еще сюда приземлилась от розового, судя по расцветке. Ну, этот телемазер, наверное, чисто так скинул подачку левым, чтобы они не так уже грустили. Он чувствует себя богато сегодня. Хотя бомбил в начале. Но, судя по всему, вот, все-таки пришел к какому-то спокойствию и гармонии. Но Бордов еще жив. Скатис строится. Грит сохранен пока что. Пока что. Не всегда, но пока что. Угу. Ребята справа. Во-первых, слили Ахвасу. Да, это не очень хорошо. Ахваса слета. Скатис продолжает обстрел. Вот, смотрите, по какой мега дуге. О-о-о, нифига. Блин, я думал, дуга поменьше. Вот так как-то. О-о-о. Да не, слушайте, эти выстрелы еще чуть-чуть и до орбитальной высоты дойдут. И в космосе застрянут просто, и все. Ну, я думаю, тут рассчитали все мега инженеры Кебрам. Так, ну ладно. Ну, ладно. Ну, кстати, один молодой человек мне недавно доказывал, что, дескать, вот Кебран это не очень. А вот Элон, да, Элон. Сравнение с автомобилями переводил, дескать, округлые. И я не знаю, дорогие друзья. Честно вам могу сказать, я не Элон. Нет. Я Кебран, да. Но не Элон. Это я не Элон. Там шары какие-то у них с шарами играться. Ну, ну, со своей... С чужими. Ну, поглядим, конечно. Вы, конечно, как хотите. Ха. Но я не... Ну, ладно. Так. Что у нас здесь? Скатис почти достроен. И, походу, что будет достроен. Не пробивает. К тому же нет электростанции тут вблизи, чтобы сплэшем как-то они этому Скатису помешали достроиться. Не-не-не. Еще одно разложение. И есть. Как будто ядовитый цветок из неких кошмаров. Мутант. Пошли, пошли, пошли. Залпы. Так, так. У левых шанс есть на разворот этой игры. Посмотрим. Смотрите. Залп идет куда-то наверх. Здесь что по счетам? О, уже что-то пробито. Он сам своих уничтожает, чтобы зареклаймить. Вложиться далее. Ну, с щитами не все. Прикрыта ресурсная база поверх от розового. Но основные базы, конечно, прикрыты. И, главное, Скатис прикрыт сразу же тремя щитами. Поглядим. Так, вон, вон. Так, пошел обстрел. Но здесь щитов много. Нет, не-не. Не верю я в то, что один Скатис пробьет. Нужно Скатис плюс еще что-то. Тогда пробьет. Однако, здесь была какая-то отметка. Еще раз торпедо-бомберы налетают. Тогда, в прошлый раз, снайпаж не получился. Потому что они напоролись на истребителей розового. Сейчас истребители розового, это разведчики. Вот, истребители розового тоже ждут. Они ждут этих торпедников. Но они летят немножечко правее. Но на перерез им опять похоже, что снайпаж не удастся. Хотя истребители розового не долетают. Они делают вираж. Они не стреляют по торпедникам. Они дохнут. Нет, пока непонятно. Торпедники. Вот они, вон они, летят. Они долетают. Выходите из-под воды, говорит Си. Синий говорит, выходи из-под воды. Срочно. А здесь кто? Фиолетовый. Так у него 37 тысяч здоровья. Плюс реген 240. Он защищен. Более-менее. Так, а в кого-то торпедники улетели вниз. Непонятно. Кто же тогда будет помирать-то здесь? Фебривари, что ли? Торпеды все-таки долетели до него. У него было 37 тысяч здоровья. Как вообще его пробили? Вы че? Здесь еще один скатер строится. Сиреневый дохел. Помирает. Теряет базу. Гейтвей. Квантовый. О май гад. Куча хайлов. Блин. Потеря. Но, правда, не сказать, чтобы мега-разворот. Не сказать. Здесь студики. Это что? И тот устроит прямо здесь. Чтобы не надо было идти, чтобы она здесь вышла. Это проклятый проход. Не забываем. Сильно и тотом может получиться. Так, ядерка. Марсе. Его ядерки, как правило, были довольно успешными. Ай. Все-таки скатер пробил. Пробил постепенно этот грид. Бордовому все тяжелее и тяжелее. Но его скатер пока живой. Нормально. Хотя, вот уже место появилось. Видите? Здесь пробито. Нельзя, нельзя такого допускать. Постепенно оно все может быть пробито. Я же говорю, он тупой, говорит. В феврюре сообщает, которого сейчас убили. Самого, говорит, бесполезного вы убили. Чего? Да, да. Я же говорю, он тупой сообщает. Телемазер. Телемазер продолжает немножечко подгорать. Хотя в его нике уже есть горение. Так сказать, из груди. Храброе сердце. Ну что? Оп. Помирает. Окей. Еще минус одна база. Левая. Смотрите. Две базы уже сейчас забрали. Через убийство командира. Через ядерку. Я все. Я помираю, говорит. Телемазер. А, все-таки он чувствует пробитие. Скажется. А я думал, не пробьет. Так левые все-таки подразвернули, что ли? Блин. Разворот за разворотом у нас здесь. 51 минута. Бесполезно сейчас просчитывать, кто победит. Однако есть косыря. И то-то прямо у вражеских берегов здесь. Они don't understand and non-expectable. Holy. Rises. Святые Рисы. Басмати и другие. И то-то выходит прямо на поверхность через проход. Можно сказать, что он задний. Но он скорее такой нижний. И? И опять, вот сейчас опять пойдет. Я не знаю. Хотя, смотрите. Т-3 бомберы. Не, вот это и то-то уже многого не сделал. Потому что все-таки Т-3 бомберы. Там уже есть. Так, что скатис? Скатис на другой скатис. Стреляет щиты. Много, но это слабые кибранские щиты первого уровня по 4 тысячи. Маловато. Маловато у них здоровья. Так, два транспорта. Чисто так на разведку посылают. Они медленные, правда. Ну, так посмотреть. Угу. Посмотрел. И то-то продвигается. Ну, ребята слева должны уже знать о ней. Почему же не высылают Т-3 бомберы желтые? Наверное, боится, что попадет об этих вот Т-3 истребителей. Не, ну понятно. Ну, а придется. Иначе и то-то дойдет. Причем одного залпа Т-3 бомберов не хватит. Эту и то-то уже нужно успевать окучивать. Да как-то побыстрее желательно, а? И Т-1 бомберы полетят бирюзово. Желтый даже не шевелится. Желтого все равно бибикраба. Ему все равно он такой... Не моя проблема. Тут не моя база, а бирюзово. Так что жгутый тот, но очень как-то медленно. Она такими темпами уничтожит абсолютно все. Так, извините, дорогие друзья. А что там? Поэтому скатисту пока что не попадает. Не пробивает даже дохильные щиты. Здесь более-менее защищен второй скатист. Первый, понятное дело, продолжает быть защищенным. Так, вот они Т-3 бомберы. Бибикраби есть. Кому нужен серый Т-3? Бибикраби тут решает уже в чатике гараж продать. Вместо того, чтобы побеждать в этой катке. Ну, его можно понять, в принципе, экономические причины. Здесь сколько тир построено студниками голубого. Какой молодец. Это кто? Найткор, да. Блин, сюда, конечно, истребителям нельзя залетать. И бомберам нельзя залетать. И то-то. Ну, я думаю, на разборку пойдет. Наверное, на разборку. Но взрываться ей нельзя. Потому что шаровая молния будет и своих тоже гасить. А оригена ждать, я думаю, пока что бесполезно. Посмотрим, как там скатисты себя чувствуют. Положить, что за зоб. Думал, что здесь что-то построено. Нет. Ну, пока инженеры какие-то. Мегалитово вот внизу нужно подсобрать. Пока один скатист слева. А какие-нибудь геймейндеры еще у них. Есть ли в планах? Он думает, грид обновит себе воздушный. То есть, пока что, смотрите-ка. Помните, он писал GG сначала, а Бордово писал, что, дескать, нет, мы еще можем выиграть. Подождите. Потом он писал GG, это все. Нет, сейчас он говорит. Дайте мне, да, Т3 инженеры, да. Мне, пожалуйста, Серафимского. Ну, который Биби Краби там продавал. Потом говорит, да, идите вниз что-то. Скаутите, сообщает правый. Нет, пока что Бордово еще считает, что шансы есть. Ну, конечно, хорошая ядерка от Марсе. Сейчас еще одной дождутся. От Марсе всегда ядерки хорошие. Кроме разве что одна там. Но и то в последний момент она была оттенек отбита. Где она, кстати, понять невозможно. Неужели была уничтожена Скатисом? Ну, тогда Марсе можно уже выходить. Кроме ядерок-то от него ничего хорошего не дождешься. Блин, Скатис продолжает. Тут какие-то пробивные дела. Ох ты! Артиллерию уничтожат. Артиллерию защищала от моря, от морской осады. Ее пока что нет, но все равно как-то тяжело. Блин, вот это та самая поврежденная и то-то. Он уже заводы строит инженеров! Мне нравится вот эта уже вылазка на вражеских берегах. И сделать... Да не будет ничего Були-Магуэр делать. Мы уже знаем по истории, что вот он делать не будет ничего. Хотя он мог бы Реведжеру хотя бы построить. Ну, а, нет, есть, есть. Реведжеров он строит просто под щитами. Ну, хотя бы поближе-то. Давайте посмотрим вид от него. Вот Реведжер. Вот насколько стреляет. Поближе стрелял бы вот досюда. Не, мне кажется, надо было поближе строить. Высылает рок-бомбер! Рок-тостер! Тостер, отушите, говорит Бирюзовый! Да не надо его душить, он тебя спасает, Бирюзовый! Как ты так вот относишься? Он прилетает решать эту проблему, высылает свои слои! А, вот он пишет. Я забомблю Т-3-бомберами! Я тебя спасу, дескать, Бирюзовый! Блин, хотел спрятать их и подкопить, но пришлось тебя спасать! И смотрите, Т-3-бомберы потеряны все! И это был один из скрытых триксов на будущее от рок-тостера. Из-за Бирюзового эти триксы были потеряны. И на самом деле, мне кажется, если бы Бирюзовый сейчас объяснил бордовому тостеру, что подожди, у меня реводжеры строятся, они убьют это и тот. У и тот там 20 тысяч здоровья, смысл? Мегалиты подходят, не надо тратить Т-3-бомберов! Я думаю, тостер имел бы сейчас еще у себя этот козырь. О май гад! Ну, тут понятно. Все пробито, еще и охваса приближается. Да, скатис практически пробит. Как только он будет уничтожен, я думаю, что это смерть левой команды. И даже Т-3-бомберов у них нет. Вот еще один залп от вражеского скатиса. Здоровья нет, все! Совсем нет! Очень помирает. Еще и охваса падает прицельным, делает к бомбу и падает прицельно на него. Я думаю, кстати, она падала на скатиса. Именно на скатиса, потому что сам тостер был невидимый там. Он был невидимый, его не было видно. Но просто рядом и принял на себя урон от бомбы охваса и от падения. Ну что же, самый сильный слева помирает. И обратите внимание, кстати, слева. Ведь в данный момент было 5 игроков. Помер только лишь один. И все. И такое ощущение, как будто все, левые проиграли тут же. Моментально. То есть, ну, типа такое впечатление, что все, эти ребята ничего не сделают без бордового. А представьте, если бы справа помер бы кто-то один из них. Я думаю, что была бы еще надежда. Ну, потому что среди них нет такого прям вот лидера там, чтобы типа 3000 рейтингов, а у остальных ничего нет. Не, ну, может быть, у левых что-то и есть. Но, вы знаете, мне кажется, все козыря держал в себе все-таки бордовый. Ох, какой адский обстрел. Все-таки высоко скорострелянной артиллерийской установкой. Скатись называется. Ну, что, вот опять под этими... Да, по вот этим авианосцам, которые уничтожают воздух Бирюзова. Но поможет ли воздух Бирюзова? Мавр, он пытался строить. Все забомблено. В труху просто. Ну, я думаю, мы можем с вами, уже, дорогие зрители, согласиться, что оно бесполезно. Не. Остается только Булли Магуар строит Т1, Антиэйр. Это чисто такой БМ уже, дескать. Я выходить не буду. Тратьте время. Тратьте. Тратьте, козлы, от меня время. Какахины. Я вам не дам эту игру. Тратьте время. А время-то идет довольно быстро. Видите здесь. Ну, как? То есть, в жизни оно шло медленнее, чем здесь. На реплее. Ну, что ж, дорогие друзья. Булли Магуар уже все. Надеюсь, вам понравился этот каст. Спасибо вам за просмотр. За лайки. Если есть возможность поставить, то поставьте, пожалуйста. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.